История БК представляет своего нового автора, известного политолога, можно сказать, социального мыслителя Александра Васильевича Подопригору, который попытается, поскольку уже декабрь месяц, может быть, подвести какие-то итоги уходящего года, взглянуть на него уже с позиции общего плана, высветить определенные актуальные моменты для и региона, и, может быть, в целом России. Я думаю, что сейчас уже пора, а может быть, это пора было делать и несколькими годами раньше, говорить даже не о подведении итогов года или десятилетия, а об уходе целой эпохи. И в таком медленном, не вполне привычном, может быть, потому что все сейчас происходит в глобальном мире совершенно в других форматах, нежели в эпоху национальных государств и мировых войн, а совершенно в других форматах. Мы поэтому очень часто не замечаем каких-то по-настоящему революционных изменений, по-настоящему итоговых событий и явлений, в которых мы, собственно говоря, живем, и которые трансформируют и нас самих, и общество, и те страны, которые находятся на пике этих перемен. Одна из таких стран именно Россия. Вообще говоря, работа, скажем так, системного аналитика, особенно когда речь идет не о чисто экономических, скажем, каких-то индустриальных аспектах жизни, не рыночных, а об обществе и государстве в целом, она очень часто бывает сложна, потому что не вполне адекватно, а сплошь и рядом совершенно неадекватно оценивается сам предмет исследования. То есть, грубо говоря, если мы, орнитологи, изучаем сову, будучи уверенным, что это синица, то мы очень мало сможем толково сказать об этой птице, о ее поведении, о ее перспективах развития, о среде, в которой она живет и так далее. То есть, немножко приблизиться к теме разговора, если мы будем оценивать, скажем так, общественную структуру и общественное содержание, скажем, королевства Таиланд с точки зрения критериев классической западной политической экономии, то мы постоянно будем оценивать это королевство как такую недоразвитую Америку или недоразвитую Испанию. И при этом так снисходительно говорить о том, что они находятся, конечно, не на том этапе развития. Но в целом, как бы, тенденции таковы, как его они есть. Я думаю, что с Россией все намного сложнее, потому что если с тем же примером Таиланда, Испании, Соединенных Штатах мы имеем очень разные, но реально существующие общества, то в случае с Россией мы имеем дело на сегодняшний день уже с обществом несуществующим, с фантомом, с зомби, зомби того государства, которое мы привыкли оценивать как Российскую империю и ее наследие. Все мы мыслим, и в этом одна из таких очень критичных черт национальной психологии, сейчас такая некая шизофрения, раздвоенность. Мы оцениваем себя как живущих в Российской империи, которая потом превратилась в Советский Союз, но это тоже была, в общем-то, Российская империя, и которая сейчас трансформировалась в Россию. И на самом деле давно нет ни Российской империи, ни Советского Союза, и невозможно быть наследником империи, потому что она либо существует, либо ее нет. На сегодняшний день ее нет, но мы мыслим себя живущими в этом фантоме, в этом зомби, потому что, и когда мы оцениваем вот общество сегодняшнее российское, как нечто абсолютно реально существующее, мы его оцениваем именно с точки зрения вот того государства, которое либо было империей, либо была ее реальным наследником, там, в лице того же СССР. Но зомби, как предмет исследования, это, как бы, объект совершенно, это информационный объект совершенно иного плана, нежели реально существующий человек, животное, ну, или вообще какое-либо животное существует, потому что зомби, как мы знаем из мифологии и различного рода эзотерических исследований, это существо умершее, оно, между тем, сохраняет способность к телодвижениям, поскольку повинуется неким жреческим заговорам. Но срок тут определенный, и телодвижение не содержит в себе осмысленности и какой-то самостоятельности поведения. Это, и на сегодняшний день, вот мы живем в... Если мы будем оценивать вот это зомби как осмысленное существо, то мы, естественно, будем ожидать от него и прогнозировать, и пытаться как бы выйти на какие-то критерии объективные того, чего на самом деле нет. И вот мне кажется, что секрет, скажем так, в кавычках, все время проваливающихся планов, аналитики, концепций, каких-то исследований, построений в отношении будущего России как раз связано именно с тем, что мы, собственно говоря, имеем в виду один объект, а реально имеем дело и живем в совершенно другом объекте. И если мы неправильно оцениваем этот объект исследований, то у нас будут всегда получаться планы и анализ, который изначально, порочен, изначально не может дать ни одного как бы реально сбывающегося прогноза или плана. И в принципе в этом нет ничего необычного. Масса обществ проходила этапы распада империй, распада как бы очень сильных централизованных государств, и они либо трансформировались в какие-то более адекватные времени государственные конструкции, либо исчезали как таковые с лица земли, с политической арены. Это логика истории, ни одна империя не живет вечно. Но между тем, психология, некоторое определенным образом сориентированное мышление наше, оно заставляет нас верить в то, что это не так, и что мы по-прежнему живем в том государстве, в котором когда-то жили наши деды, отцы и прадеды. И если мы оцениваем ситуацию сегодняшнюю в политике, в федерализме, в экономике, вот с такой точки зрения, то станет понятно, почему не работают вот эти наши планы и прогнозы в отношении государства, почему не сбываются реформы постоянно, почему проваливаются те или иные совершенно замечательные планы, которые очень хорошо, точно и красиво излагаются на бумаге, но проходит какое-то время, и мы видим, что они ушли куда-то в песок, потому что не было их, как, допустим, история с модернизацией, с инновациями и так далее и тому подобное. И кажется, что это какая-то мистика, потому что все же понятно, все тысячу раз сказано, все сформулировано, все экспертные отсеки проведены, планы реформ поддержаны на уровне президента и премьер-министра, и они каким-то мистическим образом совершенно растворяются в пространстве информационном, и смотришь, а через год уже даже слово «модернизация» куда-то и считают. Этому находят массу чисто конъюнктурных политических причин, но на самом деле это говорит о том, что те термины, те понятия, те слова, которые мы употребляем по отношению к нашему государству, не могут работать, потому что этого государства в том виде, в каком мы его видим, и оцениваем, его просто нет, его нет, и поэтому там ничего произойти не может. То есть для пущей понятности мы просто можем пройтись там по нашим государственным институтам, и мы увидим, что их нет. У нас нет полиции в том понимании, в каком она должна быть в государстве. У нас нет, да, кстати, и реформы полицейские постоянно проваливаются, и более того, самая успешная реформа МВД в последнее время – это переименование милиции в полицию. Вот, и всё. То есть это тоже неким образом мистическое ушедшее содержание реформы в слова, за которыми просто ничего нет. То же самое мы можем сказать и об армии. У нас нет сейчас армии, которая способна, скажем так, отвечать каким-то вызовам, угрозам современного мира. У нас нет парламента, у нас нет суда как такового, да, независимого. У нас нет прессы. У нас ничего нет из тех институтов, которые словесно обозначены, которые записаны в Конституции, о которых каждый день мы читаем, как о успешно работающих. Но реально, если мы посмотрим, их нет в нашей жизни. Никто из нас не надеется на полицию, никто из нас не рассчитывает получить бесплатный, независимый и квалифицированный суд, никто из нас не оценивает депутатов как собственных представителей в парламенте и так далее и тому подобное. Никто из нас не хотел бы, чтобы наши дети служили в армии. Вот это на таком приземленном уровне, мне кажется, как раз и демонстрирует тот тезис, что государства у нас нет. Государство просто... Вопрос в том, что очень сильно изменилось время. Если раньше государства, государственные институты вот так вот прекращали свое существование, то в эпоху национальных государств это государство просто съедалось своими соседями, если оно представляло для них интерес. То есть это был вопрос жизни и смерти. Есть у тебя армия или нет у тебя армии? Есть у тебя церковь или нет у тебя церкви? Есть у тебя суды или нет у тебя суды? То теперь мы живем в глобальном мире и мы видим, как медленно, но верно глобальные институты начинают заполнять вот этот вакуум институциональный, который сложился в нашей стране. Именно поэтому ничего страшного, критичного, радикального в нашей жизни не происходит. И мы по-прежнему уверены в том, что живем в существующем государстве, хотя на самом деле, как недавно, кстати, говорил и Владимир Путин, 9 десятых сделок между крупными российскими бизнесами происходит вне юрисдикции России. То есть, грубо говоря, два уральских завода для того, чтобы обеспечить чистоту сделки, регистрируют юридические лица, где-нибудь там, в Великобритании, скажем, с тем, чтобы и сделку о купле-продаже там какого-либо актива проводят именно там, с тем, чтобы потом судиться по этому поводу в лондонском суде, а не в Нижнем Тагиле. И в итоге получается, что таким образом российский суд, как институт, он не то чтобы исчез, он просто в этих вот случаях, важных для бизнеса, для экономики, он просто уступил место, как институт фантомный, институту реальному. В России суда нет, а в Лондоне он есть. И вот русские предприниматели теперь судятся в Лондоне и проводят сделки там. То же самое практически можно сказать о куче других институтов. Лучшие, немногие из реально качественно работающих там российских газет, это, как правило, газеты с иностранным участием, очень серьезные там, ведомости, целый ряд других, коммерсанты и так далее. Понятно, что можно вот так вот разбирать целый ряд институтов. Я уже не говорю про, там, культуру, там, отдых и прочее, прочее. То есть получается так, что в эпоху глобализации национальные границы по существу стерты, они становятся достаточно фантомным таким делом. Мы прекрасно понимаем, что наша экономика, она следует за экономикой развитых стран, как и ее сырьевой предаток. Поэтому говорить о том, что вот у нас тут есть какие-то совсем уж самостоятельные тенденции и можете с лопой анализировать, что же у нас происходит в экономике, не следует. Ну, что происходит? Происходит то, что вот есть такая экономика на 200% зависимая от успехов экономических Китая, Америки, Европы и так далее, как ее обслуживающий элемент. Причем все в большей степени проблемы этих экономических центров становятся нашими проблемами и все в меньшей степени их успехи становятся нашими успехами, потому что конкурентоспособность нашей экономики и, скажем так, сосредоточение здесь центров управления даже нашей экономики, она становится все более фантомной и фантомной и фантомной. То есть наше сырье становится менее важным для мировой экономики, менее конкурентоспособным по цене и так далее. А с другой стороны, все самые крупные активы российские, они давно уже принадлежат иностранным юридическим лицам. Даже если эти иностранные юридические лица – это наши соотечественники в итоге как бенефициары. И вот в этом контексте во многом теряет смысл вообще такая как бы аналитика отношения нашей экономики и нашей политики, которая пытается оценивать вот опять же этот объект как нечто самостоятельное, как нечто существующее, как нечто следующее, как какой-то внутренней логики своего собственного развития. Вот нет в этом смысле российского государства, нет в этом смысле российской экономики. И наши такие психологические раздвоенности, некая такая шизофрения, она основана именно на том, что мы опять же оцениваем совершенно другой объект. Никому же в голову не приходит мучиться мыслями о том, а вот как же так вот бразильская, боливийская экономика, почему она не развивается какими-то вот такими очень серьезными темпами, хотя надо сказать, что там темпы просто значительно серьезнее, чем в России. Но имеется в виду, что вот есть там боливийская экономика, есть бразильская экономика, есть экономика там Таиланда, они вот такие, какие они есть. И они занимают давно определенное мировым рынком место, в зеленую нишу. И никто не ждет от этих стран каких-то технологических, инновационных, инвестиционных революций. Просто не ждет, потому что, ну вот, они сложились так. Кто-то торгует бананами, кто-то, как бы, собирает автомобили, кто-то обеспечивает большие доходы от туризма и так далее. И там на 99,9% в этих странах ничего, что обеспечит им скачок в разряд постиндустриальных государств, там уровня США, там Германия, Великобритания и прочих, но этого не произойдет. И более того, никто в Таиланде и Боливии этого не ждет. И никто не мучается раздвоенностью сознания о том, что, а почему же у нас вот как-то все никак мы не догоним Португалию. Правда, Португалию мы уже, по-моему, перестали догонять. Так это и задача не была решена. Но у нас же, опять же, вот эта раздвоенность и такая фантомность объекта наших глубоких, я бы так сказал, глубокомысленных размышлений о судьбах России, опять же, проясняет из-за того, что мы-то чувствуем, что мы-то вообще-то вот как бы почти Америка, но по каким-то неведомым причинам мы никак не сравняемся с ней по уровню инновационного развития, по темпам роста, по качеству жизни и так далее. И нам не приходит в голову почему-то, хотя это давным-давно уже факт, что мы не являемся Америкой, мы не являемся государством такого уровня, особенно нас, что касается современных реалий, и не будем никогда являться, потому что вот есть Боливия, есть Таиланд, есть Россия, есть Америка. Это совершенно разные, как бы, в силу ряда обстоятельств, очень серьезного ряда. Это разные страны, занимающие разные ниши в экономической и культурной жизни мира. А вот институты у нас начинают работать именно те, по которым живет тот мир, который определяет повестку. Именно поэтому англосаксонское право, вопросы безопасности, вопросы торговли, вопросы интеллектуальной собственности, это все то, что мы делаем под диктовку тех же Соединенных Штатов. И, несмотря на все наши патриотические крики, по совершенно ерундовым каким-то поводам, допустим, вот все проблемы, связанные с ВТО, были моментально решены и приняты там Государственной Думой и президентской властью именно в тех форматах, которые нам продиктовало, в общем-то, евроскалатическое сообщество. И ключевые вопросы интеллектуальной собственности, они тоже решены именно в этом контексте, и об этом даже никто не заикался и не спорил. А это ключевые вопросы. Вот об этом, по большому счету, можно было бы спорить, если бы у нас было какое-то вот отдельное независимо развивающееся государство. Но его нет, и в этом, наверное, нет трагедии, потому что, опять же, мир становится, и уже стал достаточно давно глобальным миром. И это, кстати, на мой взгляд, не первый опыт глобализации, потому что такой же опыт был в эпоху Римской империи, я считаю, что в эпоху установления христианства тоже такой же опыт был. Вот мы просто забыли, что Европа, она говорила на одном языке вся, и училась вся в одних университетах задолго, задолго до 80-х годов прошлого века, где-то за тысячу лет примерно до этого. Просто вот этот процесс, он очень длительный, он очень серьезный, и он приводит просто-напросто к тому, что мир начинает делиться на метрополии и провинцию. Более того, даже сама провинция глобального мира, которую мы можем совершенно спокойно записывать сейчас Россию, она тоже далеко не однородна. То есть мир начинает жить в разных просто временных режимах. То есть в России всегда будет несколько мегаполисов, которые будут жить в практически постиндустриальном мире, наравне с Западной Европой, Северной Америкой. Но одновременно здесь будет существовать и уклад индустриальный, допустим, характерный для Урала, и уклад совершенно архаичный, и вплоть до охоты, собирательства и так далее. У нас есть такие регионы, которые практически этим живут по сей день. То есть это такой глобальный мир, в котором есть несколько временных пространственных режимов. Вот она существует. И вот как раз проблема тех перемен, которые сейчас происходят в России, которые происходят достаточно незаметно для нас в силу тех обстоятельств, о которых я говорил, это как раз обретение своей новой ниши реальной, вот мирового разделения труда. Что это будет? И то состояние, в котором это государство пристанет через буквально 10 лет в мировом сообществе. Это будет единое государство суверенное, унитарное, это будет федерация все-таки, это будет конфедерация, или это будет набор достаточно отдельных государств. Могут быть варианты абсолютно разные. Абсолютно все. Это уже будет зависеть от достаточно конъюнктурных обстоятельств и качества.